Сейчас нужно сделать разметочку первым делом, а затем уже будем заниматься распиловкой. Я же возьму за ширину уже существующий отрезок, это 30,5 см, и отрежем ровное расстояние 90 см. Готово! Теперь нам нужно распустить вдоль вот такую вот рейку, я взял для длинного борта, и потом распустим вот эту рейку для коротенького борта. Ширину я взял 2 см. Сейчас же мы сделаем разметку, отпилим и закрепим наши бруски непосредственно по месту. Вот таким вот образом наклей. Теперь запилим наши брусочки. Пришло время к склейке, я решил не запиливать под 45 наши углы, оставив под 90, немного укоротив длинные борта. Сейчас все промажем ПВА и с помощью дополнительных рейчик придавим и струбцинками прижмем. Вот так мы стянули струбцинами все наши углы, посадили все на клей. Сейчас уберем лишний клей, который вылез, чтобы он не засох. Основная рамка у нас высохла, сейчас разберем и подготовим еще одну рамку, строго посередине, с небольшим пазом снизу. Сделаем размиточку, чтобы было все идеально ровно. 56, 56, соответственно, 28 сантиметров у нас отметка середины. Ширина получается 28, соответственно, мы сделаем данный брусочек тоже 28 длиной. Вот так. Все идеально у нас встает. Теперь осталось ровно посередине сделать небольшой паз. Я думаю, ну, в пределах чуть больше, чем мы будем делать наш шарик, шайбу точнее. Пожалуй, возьмем вот такую вот фрезу, коронку, на 51 миллиметр. Соответственно, наше отверстие сделаем чуть больше, сделаем на 60 миллиметров, то есть 6 сантиметров. Главное еще ровно отложить, с 28 и 6. Сделаем разметочку и небольшой надпил сделаем по высоте будущей фанеры. А эта фанера у нас, то есть, 8 миллиметров фанера. Так как высота фанерного блинчика будущего у нас 8 миллиметров, а высота бруска 2 сантиметра, то есть 20 миллиметров, мы сделаем приближенное, ну, к 10. То есть, пусть высота у нас будет около 10 миллиметров. Опять же, это по большей степени все приближенное условно, но тем не менее. Сейчас выпилим вот этот вот паз и аккуратно выберем его стамесочкой. Готово. Идеально ровнять я не собираюсь, пойдет и так. Я вырезал тестовый блинчик и вот, можете наблюдать, все идеально, с небольшими зазорами. Ну и можно приклеивать. Сейчас обработаем все клеем и как обычно все. И так же притягиваем все, оставляем на часик. А пока клеится средняя перегородка, мы напилим наших шайбочек. Я решил сделать на каждую сторону по 5 штучек. Чтобы не делать отверстия, я убрал в сверло, в центральное сверло. Так, конечно, пилиться сложнее. Да и, в принципе, у меня коронка на 51 миллиметр, но туповатая уже. Пилится довольно сложно и долго, но будем пилить. Так как коронка туповатая, она, соответственно, поджигает немного фанеру. Ну, от этого никуда не деться. После того, как мы склеили все, пришло время зашкурить. Зашкуривать в любом случае нужно, потому что есть места с завернутым ворсом, места с небольшими, как бы, с кривыми стыками, ну и, соответственно, вот серая доска и тому подобное. Чем мы займемся сейчас? Я полностью зачистил всю нашу конструкцию. Теперь осталось дело за малым. Нужно закрепить жгуты или резины, резинку. Для этого мы просверлим в районе 5 сантиметров от края два отверстия и вот таким образом закрепим жгут. Я закрепил первую резинку через отверстие, закрепив здесь скобой и здесь, чтобы она была непосредственно на самом дне. Подобьем сильнее скобки и уберем, обрежем. И сделаем точно такую же с другой стороны. Ну вот, собственно, что у нас и получилось. Вот такая вот интересная игрушка для двоих. Что-то типа аэрохоккея. В принципе, сделать это особо ума и трудов не составит, поэтому я думаю, что повторить данную самоделку может каждый. А вам хочу сказать спасибо большое за просмотр. Повторяйте данные штуки дома. И не скучайте. Пока!